добрый день значит занимаясь я стеклами давным-давно продажей и установкой пользуюсь я вот таким клеем видите в салафане вот такой шприц модель англанд 200 долларов сша он стоит с регулятором очень легкий алюминиевый поршневого типа типа видите то есть заряжаешь сюда целую колбасу она такой длины и все наконечник отрезаете чем он хорош простыми железными картриджами я тоже пользуюсь у меня есть для картриджа пистолет но чем мне значит нравится этот пистолет объясню когда вы долго не пользуетесь пистолетом для картриджей но вы зарядили и давите и осталось пол пол картриджа да вы не использовали полежит пару дней и потом уже он не давится потому что поршень воздух прошел между поршнем и все и он встает колом и потом считаю вы вот такую вот ну картридж железный да просто выкидывайте потому что он затвердевает вот пап вот в этом месте где поршень двигается в том шприце здесь что здесь вот он стал вот в этом месте да вот так вот сейчас отрезаю просто вытаскиваю это засошу выкидываю и на место ставлю гусек вот так сминаю ставлю и шприц опять работает никаких проблем то есть вот вот это вот я два месяца назад вклеивал стекло видите то есть вот она пролежала вот она мягкая все все отлично сейчас отрежу здесь и заряжу его буду пользоваться стол у меня вот такой вот алюминиевый стоит 100 баксов тогда я покупал сейчас можно за 50 долларов купить такой производства китай резиновые наконечники все здесь специально мягкая видите микропорта очень удобный скажите да я вообще клею там на верстаке на на колесах положил знаете тоже так делал раньше потом увидел этот стол попробовал и понял что он нужен и он складывается я когда выезжаю кому-то на выезде клею стекла я приезжаю своим столом раскладываю ложу стекло и вклеиваю так все оборудование у меня фирмы эквалайзер видите ручки машинка такая сбор конуса зачем эти конуса стекло пропилили верх и вертик вверх горизонт и вертикалы клинышки вставляете между кузовом и стеклом и она напрягается и можете вот таким вот ножом таким ножом прорезать вдоль торпеды внизу по горизонту конечно у меня есть и струны все но я не пользуюсь съемник вот такой вот но не всегда у него хватает сил ты вот второплаз сминается в этом месте раза два он мне не помог это такие упоры для стекла так просто покупал свое время нужны были просто практически полный комплект покупал вот такой вот клей для молдингов склеивает резину сейчас попробовал склеить все ему хана за 10 лет все он умер не клеить ни хрена молдинги он больше надо новый для пилы значит используется вот такая приблуда добавка который уменьшает трение с водой смешиваешь и она все тогда окей уби так значит по оборудованию только динитролом пользуюсь этими приблудами 7 метров так вот такие ножи у меня видите для удаления клея лезвия меняются и все три ножа у меня таки купил один час три очень удобно лезвие меняется и все стоимость ножа тысячи рублей раньше было лезвие там упаковка что рублей 500 что нам лезвие немного вот такой приблудой протыкаю под струну клей струной пользуюсь только квадратный и той не пользуюсь вообще просто не пользуюсь она греется и все ручки такие одна сломалась но у них четыре штука скажите а ручки вообще не нужны да я там на отвертку наматываю и пошел блин конечно я не спорю с вами можно из вместо струны использовать тросик ручника ну зачем это делать когда я всю профессиональное использование это вот протыкалка для клея видите для тюбов этих вот видите вот о чем я говорил видите вот там поршень вот здесь начинает он воздух попадать и поршень все потом хана ты выкидываешь вот я зарядил чуть-чуть подавил все не надо было не хватало два сантиметра все можно выкинуть его ему хана посмотрю получится не получится берем просто отрезаем видите клей здесь мягкий так здесь вот он засох вот в этом месте засох вот убираем его скинул вниз так отрезаем эту часть так отрезали отрезали и все сейчас выдавлю эти остатки не всегда они легко выходят но выходят и и заряжу все снова как это все делается взял я новую почему взял много потому что она здесь уже я уже вытаскивал здесь она повреждена немножко слишком широкая вот взял новую подрезал вот так вот берем просто вот так раз заряжаем пистолет закручиваем гайкой разворачиваем вот сюда и подаем вот смотрим видите смотрите прилегло видите салафан перестал шипеть и все так почему я всегда накладываю на стекло клей потому что стекло гладкое и пекель по нему идет не заедает и у вас получается очень ровный слой слой то есть вертикально ровно без всего низ я наношу на кузов стык делаю вот здесь с переклёстом один раз за 15 лет у меня здесь потекло один раз на митсубиси галант больше никогда не было почему здесь наношу на кузов дабы чтобы попасть точно не промахнуться здесь можно промахнуться по поверку вы никак не промахнулись вы по краю стекла ложите и все то есть клей никаких проблем вот что еще на стекло еще раз повторяю потому что у вас клей расход меньше ровно клей ложится и вам удобнее и быстрее то есть вы взяли вот так на вытянутую руку давление отрегулировать все очень быстро начинаем отсюда здесь не останавливаясь не отрывая чтобы не было разрыва клея и проводим полностью по кругу низ там и все никаких ну вообще нету проблем меня по крайней мере нету а ручным пользоваться это вообще бред паранойя полная ну это качать вон там понятно что с усилителями этот шприц сколько он там усиливает раз 20 раз 30 но все равно вы так ровно не наложите как пневмо пистолетом это ну невозможно сделать руками как бы вы там какой вы там уловки сильные не были но все таки пневмо пистолет он есть пневмо пистолет вот и получается что еще чем колбасой выгоднее она два раза дешевле чем в картридже понимаете и второе что не засыхает клей в ней можно пользоваться долго если он лежит и эта колбаса получается ну выгоднее вам дешевле и получается что как бы не застывает и плюс колбасы у вас вам хватает по любому на стекло потому что бывает что картриджа одного на стекло не хватает смотря какая машина ну не хватает ну пару сантиметров не хватает и вы заряжаете новый картридж естественно вы разорвали клей ну потечет не потечет это уже как вы сможете потом состыковать клей то есть кто-то приноровился может стыкануть клей и будет все нормально но я вам еще говорю что лучше конечно вот такой пекаль пистолет стоит 200 баксов пила для вырезки как у меня она стоит тысячу долларов сша стоила сейчас по моему подешевле ручки вот эти вот по моему по 30 баксов были вот эти вот уголочки по десятке ну все это нужно все это нужно вы пока это не купили ну не попробовали тест-драйв не сделали вы думаете да это все не надо да я и так все сделаю да стол не нужен я там на покрышках да у меня там есть еще что-то ну все это бредятина для этого люди придумали эти инструменты понимаете не для того чтобы просто надо вот ай а для того чтобы вы делали быстро качественно свою работу и зарабатывали деньги а не мучились вырезая стамеской клей подтачивая пиля тросиком от ручника и т.д. и т.п. а потом потолок попиленный торпеда попиленная а здесь никаких проблем нету вы квадратной струной ведете и она не греется вы просто ей режете не пилите как круглой витой а режете и все где есть возможность где молдинг не мешает конечно делайте струной потому что пила она когда вы отрегулировали она вот бьет если неправильно отрегулировали она бьет в кузов и портит краску я стараюсь в основном пилой не до конца пропиливать потому что блин ну жалко новую машину она же портит лакокрасная покрышка она здесь стачивает местами да и ударяет в эту кромку поэтому там где есть возможность я пользуюсь струной если машина старая ржавая там и что-то я конечно пилой выпиливаю даже не запариваюсь хуже там не будет регулируется на пиле этот вылет ножа но все равно кто-то до вас склеивал стекло и клей бывает вот так вот лежит да и пилу она постоянно регулировать она то достает то не достает она же у вас с обратной стороны работает вы же из салона режете вот такая вот ситуация всем спасибо до свидания всего хорошего удачи в работе выяснили то чтобы то обиду Продолжение следует...